Только каждый десятый бизнес сможет пережить первый год Есть куча причин, которые приблизят его кончину Одна из самых частых причин безвременной кончины бизнеса Ложовый выбор точки продаж И пока до предпринимателя дойдет в чем его проблема Может быть уже слишком поздно Бу, фермер Но не простой фермер там с обычными коровками и навозом Он эко-фермер с эко-коровками, эко-курочками и эко... Да Раньше он торговал прямо на ферме Но со временем оборот подрос и места стало не хватать К тому же его партнер Серега повел себя как настоящий баран Кинул Бу, отжал большую часть бизнеса и собрался открывать точку в городе Тебе никогда не стать таким же крутым, как я Смотри свой аниме дальше Я еду делать бизнес Вот так оба поехали покорять город Бу открыл свою точку у первого выхода с конечной станции метро, а Серега у второго К концу месяца оба прогорели, потому что к ним тупо не заходили Прохожие стабильно шли за творожком в привычный продуктовый И если Сереге до банкротства было далеко, у Бу права на ошибку уже не было Не важно какой бизнес ты мутишь Первая заповедь клуба бизнесменов — разобраться, кто у тебя будет покупать Поэтому шаг первый — определи свою целевую аудиторию К этой задаче надо подойти очень ответственно Нужно обязательно расписать все сегменты твоей целевой аудитории с упором на пол, возраст и деньжата Тогда станет понятно, где эти люди живут и куда они ходят Серега решил сделать ставку на бабуль Ха-ха! Ну кто еще так же сильно обожает деревню и кефирчик? Бабуля Выходит из дома нечасто и недалеко Ездит в поликлинику Достаток низкий Заботится о здоровье А вот Бу решил схитрожопить Он поставил на хипстеров и молодых предпринимателей, которые за ЗОЖ Хипстер При бабках любит тусоваться, следит за питанием Гоняет на тачке После этого Бу пообщался с потенциальными клиентами Сусил свой диапазон локаций и пошел дальше А Серега открыл точку рядом с районной поликлиникой и... Снова прогорел! Ха-ха-ха-ха! Запомни! Какими бы прекрасными, голодными и платежеспособными не были твои покупатели Нужно всегда перестраховываться Проверяй, а оно им надо? Ну, в смысле, есть ли спрос? А сколько вы зарабатываете? Ого, ну это сложный вопрос Но на жизнь хватает И как у вас получилось так много заработать? Ну, я же селлер на Marketplace и Megamarket Так что это было просто Там прозрачная фиксированная комиссия от 2% Так еще и удобная авторизация в личном кабинете по Сбербизнес Айди К тому же там есть возможности для продвижения у партнеров сервиса Более 106 миллионов розничных клиентов Сбербанка 68 миллионов участников программы Сберспасибо И 6 миллионов подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм Плюс Так что переходи по ссылке в описании И узнай подробнее, как зарабатывать уже сейчас О, круто! А займешь косарь? Шаг 2. Найди помещение Когда ты уже понял примерный район обитания целевой аудитории Которой нужен твой продукт Можно начинать искать помещение Проще всего это сделать с помощью сайтов с объявлениями о недвижимости Собрал список и бегом на локацию Помни, до хорошем помещении слово «аренда» долго не провисит На них очередь стоит Ого-го! Тебе надо приложить усилия и все свое обаяние Чтобы найти что-то классное Шаг 3. Оцени окружение с помощью радиуса обслуживания Подобрал точки? Ха-ха! Красавчик! Теперь посмотри влево Посмотри вправо И оцени радиус обслуживания Это то расстояние, которое твои покупатели готовы преодолевать Чтобы заскочить к тебе на огонек Для бизнесов, которые рассчитаны на тех, кто мимо проходил Этот радиус около 600 метров Но не все так просто Во-первых, барьеры Никто не захочет переходить через МКАД по наземному переходу, чтобы принести тебе денег Если метишь на мамочек с колясками, они должны комфортненько к тебе заезжать Во-вторых, если клиенты едут к тебе специально, подумай о транспортной доступности и о парковке В-третьих, посмотри, как планируют уродовать местность Новая развязка может убить твою хваленую парковку В-четвертых, узнай о бывших Кто раньше арендовал помещение и почему он съехал В-пятых, найди точки притяжения твоей целевой аудитории Ты должен расположиться максимум в 600 метров от них А еще проверь конкурентов и обведи их в кружочек Там, где ваши зоны обслуживания пересекаются, можно агрессивно бороться за клиентов Помни, что для некоторых конкуренты рядом — это маст Например, мебельные магазины предпочитают кучковаться рядом Потому что перед тем, как совершить такую ответственную покупку Клиент хочет посмотреть несколько вариантов После исследований местности Бу отмел весь неликвид И у него осталось всего четыре подходящих точки А Серега сделал все максимально тупо Он просто пробежался по всем помещениям с надписью «Аренда в окне» Забил на анализ и разведку на местности И как дурак выбрал самое дешевое помещение И обрек себя на большие проблемы в будущем А Бу тем временем может перейти к самому важному Шаг четвертый — оцени проходимость Очевидно, что лучше быть там, где люди тебя заметят Да, только как посчитать этих людей? Сначала тебе нужно прикинуть, сколько человек проходит мимо точки в течение часа Мерить нужно в час пик, утром и вечером по будням и в выходные Можно, конечно, загибать пальцы, но есть решение элегантней Слышал о тотальной слежке? В заговоре сотовых операторов? Сливах данных? Да, они реальные И они тебе помогут Бро, да, все легально Операторы замеряют трафик людей по их геолокации по несколько раз в день Данные обрабатывают сервисы по геомаркетингу А потом эту ценную информацию перепродают таким, как ты Если рядом с предполагаемой точкой есть конкуренты, можно вообще все по красоте сделать Купи у них что-нибудь утром и вечером и сравни чеки Как правило, их номера идут по порядку И ты сможешь понять, сколько реальных продаж конкуренты сделали сзади Мне твои конкуренты абсолютно понятны Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов рублей этих заработал на миллиардах таких же бизнесов, как этот мой И все это вот от всего всепоглощающего всеединства существа АМАСРМ Бесконечно вечного, бесконечно большого и малого Без АМАСРМ твой путь в продаж и твой горизонт познания и осознания твоей клиентской базы Он несоизмеримо мелок, понимаешь? Подключи АМАСРМ и весь этот мир будет у твоих ног Там будет все твое благо Этот мир будет абсолютно понятен Без АМАСРМ этого не понять Это все, ступай по ссылке в описании И я пойду Пятый шаг Разрули вопросы с арендодателем В итоге список бус сократился до двух помещений Самое время побазарить с арендаторами Владелец первого варианта оказался той еще упрямой занозой Цену не понизил, арендные каникулы не дал У нас в деревне так дела не делаются Зато второй чувак и чаем напоил, и цену скостил и даже с полезными контактами помог Помни, наглость второе счастье Всегда выбивай условия получше Ты можешь просить арендные каникулы, снижение стоимости на первое время и даже арендную плату в виде процента от оборота Шестой шаг Не доверяй, проверяй Пока Бу не спешил и договаривался с арендодателем, Серега конкретно так облажался Как только он установил холодильник для кисломолочки, к нему внезапно нагрянули соседи Эй, по документам эти два метра наши, дубина Запоминай, до подписания контракта запроси у собственника несколько документов Первый Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Так ты поймешь, что помещение действительно принадлежит чуваку, которому ты собираешься отдать деньги Второе Техпаспорт от Бюро технической инвентаризации Там есть подробный план помещения со всеми его замерами Третье Выписка из лицевого счета помещения от управляющей компании Вдруг предыдущий арендатор оставил кучу долгов по коммуналке И теперь они лягут на тебя И вот Бу подписал договор, вернулся в деревню и начал чили пастить Бизнес пошел в гору, Бу отгрохал себе настоящий дворец Но потом к нему в гости нагрянул Серега А, слышь, ты построил дом на моей территории Теперь он мой Ты уже死на Что? ОООГА САКОБИ ДЕХИЗЕБУ 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 ДЕХИЗЕБУ